Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня готовим шикарнейший торт, в составе которого шоколадно-кофейный бисквит, карамельный крем на взбитых сливках, карамелизированные бананы в прослойке. Я думаю, вы уже представляете, насколько это вкусно. И давайте начинать готовить. Приступаем. И начинаем мы из бисквита. Яйца я сразу выливаю в миску. Сюда добавляю сахар и щепотку соли. Яйца нужно взбить в пышную светлую массу. Яйца у меня взбиты. Смотрите, какая пышная устойчивая масса получается. Теперь нужно просеять сюда сухие ингредиенты. Здесь в стакане у меня крахмал, мука, какао, порошок и разрыхлитель. А также добавляем молотый кофе. Помол кофе должен быть самым-самым мелким. Вот такая бисквит в форме диаметром 20 см. Температура выпечки 180 градусов, время примерно 30-40 минут. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. Для того, чтобы бисквит испекся максимально ровным, и чтобы сверху вам не пришлось отрезать шапку, нужно просто хорошенько его вот так вот покрутить. И все, и отправляем в духовку. Итак, бисквит у меня готов. Нужно теперь дать ему полностью остыть при комнатной температуре. Потом я его вырежу из формы, и нужно дать ему еще отлежаться в холодильнике часа 3-4. Можно на ночь положить, в общем, как вам удобно. Мне сегодня доделывать торт уже будет некогда, поэтому я оставлю его в холодильнике уже до завтра. Для начинки нам потребуются бананы, два средних, можно даже взять зеленоватые, если найдете в магазине, и карамель. У меня карамель домашняя. Не спрашивайте меня, можно ли заменить на магазину, потому что я никогда не пробовала готовить с магазинной. Не знаю, как она ведет себя при нагревании. Всегда использую только домашнюю карамель. Храню ее в холодильнике, поэтому она вот такая вот у меня густая. Сейчас мы ее разогреем. Я думаю, на это количество бананов нам потребуется не более 3 столовых ложек карамели. Я думаю, мне хватит. Ставим ее на маленький огонь и распускаем до жидкого состояния. В то же время нарезаем бананы. Посмотрела я на то, что бананы у меня, в общем-то, не очень крупные, и решила все-таки взять 3 штучки. Нарезать их нужно не слишком тонко. Ну вот, примерно сантиметр толщина. На огне карамель быстро расходится и опять становится жидкой. Вот когда карамель разошлась, добавляем сюда бананы, тщательно все перемешиваем. И нужно на небольшом огне проварить минуту, может быть, 2. Нужно, чтобы все кусочки банана были покрыты карамелью, чтобы они немножко проварились в карамели. И потом они, конечно же, еще и пропитаются, пока будут остывать. Вот такая вот у нас получается бананово-карамельная начинка. Как видите, бананы не разварились у меня. Они остаются довольно упругими, но при этом хорошо пропитались карамелью. Сейчас бананы нужно поставить остывать. Не добавляйте в теплом виде в торт, потому что крем может потечь. Это нам совершенно не нужно. Для приготовления крема нужно взбить холодные сливки с карамелью. Сливки выливаем в миску и пока что взбиваем до мягких пиков. Карамель будем добавлять чуть попозже. Теперь ко взбитым сливкам добавляем карамель и продолжаем взбивание до тех пор, пока не получится пышный крем устойчивый. Вот и все. Смотрите, какой пышный, устойчивый карамельный крем получился. Очень классный. Когда крем готов, можно переходить к сборке торта. Торт собираю на подложке. Уже выложила первый корж и установила кольцо. Пропитываю сахарным сиропом. У меня это простой сахарный сироп, сахар и вода. Можно приготовить какой-нибудь, например, кофейный или с ликером Бейлис. К этому торту как раз такой сироп и подойдет. Будет очень вкусно. Или добавить немножко какого-нибудь ароматного алкоголя, коньяка или виски. Делаем небольшой слой из крема. Также из крема нужно сделать бортики по краю для того, чтобы бананово-карамельная начинка не вытекала. Добавляем половину бананов сюда. Я взяла 3 бананчика. Можно было даже 4, поскольку у меня бананы не слишком крупные. Выкладываем второй корж. И опять же у нас пропитка. Стандартный способ сборки торта. Собранный торт отправляю в холодильник. К остаткам крема я добавляю какао-порошок. И все взобью до однородности. Таким образом у нас получится шоколадно-карамельный крем для обмазки торта. Вот такой получается шоколадно-карамельный крем. И пока торт пропитывается, этот крем тоже нужно поставить в холодильник. Если оставите при комнатной температуре, то, скорее всего, сливки осядут. Крем станет не таким устойчивым, жидким. И когда уже торт наш немножко постоит в холодильнике, этим кремом можно либо выровнять, либо украсить торт. И поскольку мой торт будут перевозить, он от меня будет ехать целых 90 километров, то я сделаю на нем слой шоколадного ганаша со сливочным маслом. Если вы делаете торт для себя, вы этот шаг можете пропустить. Но поскольку мой торт будет ехать в машине, то он может треснуть, коржи могут поехать. В общем, он будет нестабильным. Его нужно укрепить при помощи ганаша. Этот слой ганаша можно сделать как основным, а можно сделать тонким слоем, а сверху еще добавить слой крема. Ну, типа как декорировать, чтобы красиво было. Это уже на ваш выбор. Но опять же повторюсь, что если вы делаете для себя, просто пропускайте этот шаг. Я шоколад сейчас ставлю растапливаться. К растопленному шоколаду добавляю сливочное масло, тщательно перемешиваю и даю остыть до комнатной температуры. Потом ганаш можно будет взбить и получится очень классный крем. Вот смотрите, у меня ганаш постоял, он стал гуще. Сейчас его можно взбить в крем. Вот теперь этим ганашем можно выровнять торт. Сначала я сделаю тонкий слой ганаша на торте, для того, чтобы схватились все крошечки. Отправлю в холодильник минут на 20 и затем уже сделаю финальное выравнивание ганаша. Вот так вот сделала черновое выравнивание торта. И теперь отправляю его в холодильник ну вот минуточек на 15, чтобы этот слой ганаша у нас схватился. И потом сделаем еще один уже более ровный, более красивый слой ганаша на торте. Ганаш у меня схватился, посмотрите, какой он плотненький. Теперь делаем еще один слой, уже более ровный, красивый. Если будут какие-то видные изъяны или еще что-то, трещинки, например, или неровно где-то ляжет, вы можете взять горячий нож, горячую лопатку, шпатель и просто пройтись этим горячим инструментом там, где видите изъяны и выровнять. Этот крем очень легко поддается выравниванию, горячими всякими лопатками, ножами. Даже если у вас в хозяйстве нет ни лопатки, ни шпателя, никаких специальных инструментов для выравнивания торта. Вы все это можете сделать при помощи самого обычного ножа. Вот смотрите, как классно и ровно ложится этот крем на торте. Выравнивать одно удовольствие. Вот такой вот получается у нас тортик. Сейчас я его поставлю в холодильник минут на 40, чтобы этот слой ганаша схватился. И вы знаете, мне очень нравится, как получилось сейчас с ганашем. Пожалуй, я даже не буду добавлять сверху слой крема. А как раз те остатки шоколадно-карамельного крема буду использовать в декоре. Ну а пока ставлю торт в холодильник. Кстати, уже можно даже зачистить подложку. Больше никакого выравнивания не планируется. Можно уже ее протереть начисто. Когда ганаш застыл, сделаю небольшие подтеки из растопленного белого шоколада. Вот такой вот получается у меня сегодня торт. К сожалению, я разреза вам сейчас показать не могу, потому что готовлю торт не для себя. И если мне пришлют разрез, фото или видео, я обязательно вам ставлю либо в конце этого ролика, либо в инстаграме где-то фотку вообще выставлю вам, чтобы вам было понятно, какой он получается внутри. Касательно вкуса, я думаю, понятно, что этот торт понравится тем, кто любит кофе, шоколад и карамель. Для меня этот торт просто идеален. Он очень вкусный и сочный. Попробуйте такой вариант шоколадного торта, я думаю, вам тоже понравится. Огромное спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.